Ом намо Бхагавате Васудеевая Ом намо Бхагавате Васудеевая Ом намо Бхагавате Васудеевая Сегодня у нас девятая лекция по семинару уровня осознания Бога. Прочитаем шестой текст из десятой главы Гавадгиты. Махарша ях сапта пурве чатваро манавастадха Мадбхава манасаджата ишам лока имах праджа Перевод. Семь великих мудрецов и четверо других великих мудрецов до них иману, братцы человечества, исходят из меня, рожденные из моего ума, а все живые существа, населяющие различные планеты, происходят от них. Комментарий Шилы Прабхупады. Господь дает генеалогический обзор населения Вселенной. Брахма, изначальное существо, порожденное энергией Всевышнего Господа, называется Хирания Гарбха. От Брахмы произошли все семь великих мудрецов, а до них четверо других великих мудрецов, чьи имена Санака, Санандана, Санатана и Санаткумара, а также Ману, братцы человечества. Эти двадцать пять великих мудрецов известны как прародители всех живых существ Вселенной. Существует бесчисленное количество Вселенных и с неисчислимым множеством планет в каждой из них. И каждая планета населена различными формами жизни. И все они рождены от этих двадцати пяти прародителей. Брахма подвергал себя аскезе в течение тысячи лет по это исчислению полубогов, прежде чем милостью Кришны осознал, как надо творить. Затем из Брахмы вышли Санака, Сананда, Насанатана и Санаткумара, затем Рудра, затем семь мудрецов. И таким образом все Брахманы и Кшатри порождены энергией Верховной Божественной Личности. Брахма известен как Питамаха, Дед, а Кришна известен как Прапитамаха, Прадед. Об этом говорится в одиннадцатой главе Бхагавад-гиты. Итак, наш семинар уже подходит к концу. В следующий раз, наверное, мы уже закончим. И я напомню еще раз о самой этой идее, этой теме, которую мы рассматриваем. То есть на основе Бхагавад-гиты мы рассматриваем, что существует много уровней сознания живых существ в соответствии с их кармой, обусловленностью, с их желаниями. И в зависимости от их желаний, от их вот этой обусловленности, покрытости сознания, настоящая объективная реальность отражается в них в большей или меньшей степени. И поэтому люди либо не осознают Бога вообще, если они очень сильно обусловлены, такие грубые материальные желания. В этом случае Бог как концепция будет им мешать. Он будет постоянно понимать о каком-то грехе, они будут говорить, что это все ерунда. Либо, если они более благочестивые, какую-то уже высшую власть осознают, тогда они будут что-то принимать, но в той степени, в какой они могут это принять, понять, в какой-то мере соответствует их возможностям и желаниям. И Бхагавадгита дает вот такой вот очень глубинный анализ реальности разных уровней обусловленности и, соответственно, различных уровней осознания Бога, которые позволены воспринять живому существу, если оно к этому готово. То есть мы начинаем видеть на основе Бхагавадгиты, что это не какая-то сектантская книга, Кришна это не индийский Бог, который требует ему предаться. То есть мы видим, что все обладает такой универсальной, природой, четким поступательным развитием, видением. То есть мы видим, как все одно с другим связано, мы видим лестницу развития человека. И мы уже прошли такие темы, как различные уровни, как духи, какие-то демоны, полубоги, вселенская форма и так далее. Но когда Кришна рассматривал в 10 главе все многообразие своих проявлений в этом мире, Аржуна сказал ему, что я не устаю тебя слушать, рассказывай мне еще, вновь и вновь, я никогда не устаю слушать этих многообразных проявлений. Кришна ему на это ответил, он говорит, моим проявлениям нет конца. Он говорит, Аржуна, зачем знать об этом подробно? Лишь одной малой частицей себя я пронизываю, поддерживаю всю эту вселенную. То есть этой фразой Кришна сказал, что много чего там в мире есть интересного, что происходит у меня, но это не так важно, важнее другие вещи. И уже с большей подробностью мы видим, идет описание параматма, описание ее функций, для чего она нужна и так далее. Описывается природа Брахмана. Но тем не менее, это тоже не самое высокое. В прошлый раз мы говорили, что Бог как источник всего, как управляющий всем, это еще один уровень понимания. Но даже это не самое высокое, потому что многим людям он представляется как какой-то такой несколько безличный источник всего. И сегодня мы поговорим о другом уровне восприятия Бога. Это Бог как отец. Это более высокая концепция, чем Бог как источник всего и управляющий всем. Потому что это еще более личностное проявление даже, чем параматма. Параматма – это личностное проявление Бога. Но она проявляет беспристрастие. То есть, такова функция параматма. Она беспристрастно взирает на все живые существа и беспристрастно воздает им все плоды их греховной, благочестивой деятельности. То есть, с ней невозможны какие-то особо такие эмоциональные отношения. Потому что у нее другая совершенно функция. То есть, она просто контролирует это материальное существование. В то время как отец – это уже несколько другое. Допустим, если есть какое-то семейное предприятие, и отец берет, скажем, на работу своего сына, то хотя этот сын может быть одним из его сотрудников, и так же работают, как все остальные сотрудники, тем не менее, отношение отца и сына – это не просто отношение босса и подчиненного. Будет кое-что еще. То есть, эта эмоциональная связь, которая у них есть, как у отца и сына, она будет как-то этого сына выделять из всех остальных сотрудников этой конторы. То есть, это уже потому что немножко другое. То есть, он в данном случае как управляющий выступает, но так же он еще отец. Но отец он всего вот этому одному, а всем остальным он не отец, им он просто начальник. Поэтому, когда мы начинаем воспринимать Бога как отца, то это уже немножечко другой уровень, это уровень таких личностных отношений, потому что отец любит, отец заботится. И, например, мы знаем, что в таких мировых религиях, как иудаизм, христианство, мусульманство, идея Бога-отца – это идея наивысшая. Там более высокой концепции нет, что он как отец, любящий, заботящийся отец. Но с позиции вайшнавизма, вот это вот такая самая тонкая, самая суть ветка, сметана на банке молока, это ведическая культура, она как бы очень такая обширная, широкая, и она подхватывает людей разных, в разных гунах, в невежестве, в страсти, в благости. Вайшнавская культура, скажем так, это венец или вершина ведической культуры. И ведическая концепция намного чего допускает. Там есть и безличные представления о Боге, и личностные представления о Боге каком-то там великом, и всяком разном, и полубоги туда входят. Но когда мы говорим о вайшнавской концепции, как вот венце всего ведического знания, то вайшнавская концепция не особо, сказать, много говорит о Боге как об отце, потому что здесь есть одна маленькая чревоточинка. И Шила Пракхупада очень, так сказать, тонко этот момент вскрыл. Он сказал, что когда люди поклоняются Богу как отцу, это очень хорошо. Вот это личностный подход, отношения. Но есть в этом один скрытый мотивчик. И этот скрытый мотив состоит в том, что, как правило, люди, которые смотрят на Бога как на отца, они обращаются к нему с разнообразными просьбами. Потому что отец это тот, кто должен их исполнить. И в принципе для отца это нормально. Для ребенка нормально просить отца что-то ему купить, или подарить, или в чем-то помочь. Это нормальные отношения. Но в этом всем прослеживается некоторый дух потребительства, то есть каких-то материальных желаний. И по этой причине вайшнавы признают эту концепцию, но они не считают ее наиболее высокой. Более высокая концепция, это концепция, когда не Бог служит нам, выполняя наши желания, дай мне то, дай мне это, а когда мы готовы служить Ему. И поэтому мы видим, что у вайшнавов Бог такой очень странный. Он может быть как маленький ребенок, которому служат. Или он может быть как друг, с которым общаются. Или он может быть как возлюбленный. То есть тот, кто принимает такие более сокровенные близкие отношения. Поэтому идея Бога Отца – это еще один этап эволюции, постижения Бога. Но он не является наивысшим, потому что в нем присутствует, может быть, он не явно присутствует, но такой скрытый потребительский элемент. Потому что отец, он могучий, он сильный, он всеведущий, всезнающий, и у него все есть, поэтому к нему очень легко можно обратиться. И вайшнавская идея в этом плане, она, скажем так, объективно выше. Потому что одно дело, когда мы любим кого-то за то, что он нам что-то дает, то есть такая немножко потребительская любовь. Другое дело, когда мы любим кого-то независимо от того, нам что-то дают или нет. То есть любовь не потребительская, а любовь жертвенная. То есть потому что человек по доброй воле, просто на основе своей симпатии, благосклонности к Кришне, хочет что-то ему поднести. Хотя это Бог, и он ни в чем не нуждается. Мы прекрасно понимаем, что он ни в чем не нуждается. Но мы не можем, сказать, никаких других отношений, не можем никак выразить свою любовь, кроме как что-то ему поднести. Это не обязательно какая-то вещь может быть. Я могу вознести какую-то молитву, что-то еще. То есть я что-то отдаю от себя. То есть есть принципиальная разница потребительская любовь и жертвенная любовь. И в этом смысле любовь скажет, что жертвенная любовь выше, чем потребительская. Поэтому концепция Бога Отца дает некоторый элемент материальных желаний, что мы от него чего-то хотим. А жертвенная любовь обозначает, что мы отдаем, не ожидая ничего взамен. Это уровень более высокий, естественно. Итак, другая проблема еще с этой концепцией Бога Отца состоит в том, что когда эта вот идея озвучивается, Бог Отец, то сразу же возникают определенные образные ассоциации. Какой образ? То есть Отец, он как правило всегда старше своих детей, правильно? То есть это сразу же создает образ какой-то престарелой личности. Вот что он там седой, какой-то морщинистый, в общем, все признаки старости. И это нормально для материального образа. То есть мы не удивляемся, что наш Отец так выглядит. Но когда эта идея переносится на Бога, то получается, что Бог, как духовное существо, он тоже выглядит вот так вот как-то, ну, со всеми солидными признаками старости. седины, которые требуют уважения, там, и так далее. Вот осталось только, не знаю, клюку там дать ему, сказать, в руку еще что-то. Ну, для старика это тоже, так сказать, некий признак. Но это называется материализм. То есть нигде такого нет. То есть, да, везде сказано, что он наистарейший, везде сказано, что он наидревнейший, что он изначальный, его называют в Брахма-Самхите, Пурана, древнейший, Адьям Пурана Пуруша. То есть он изначально и наидревнейший Пуруша. Адьям Пурана Пуруша он изначально наидревнейшая личность. И при этом нау-ва-яу-нам-ча. При этом он вечно цветет красотой неувидающей юности. Будучи наидревнейшим, вечно цветет красотой неувидающей юности. Как это возможно? Это возможно только потому, что он не является материальным. И он находится вне времени. То есть энергия времени, исходя из него, на него не действует. Не действует. Он не обладает материальным телом. Поэтому, будучи наидревнейшим, Он, древность, нужно воспринимать не в рамках времени. Если мы мыслим, что он древний, как вот в рамках материи, древний мир, это вот такие пирамиды засыпанные, там какой-то пылью потрескавшись, вот эта древность у нас, да, образ такой состарившийся. Вот, но он древний вне времени, он древний за пределами времени. Вот, поэтому он может оставаться молодым и при этом быть древним. То есть тело садчитананда, полное вечности знания и блаженства. К старости от физического тела какое блаженство, только все болит и все, не сесть, не встать. Поэтому, когда мы говорим, что блаженство, это обозначает, что он полностью духовен, полностью духовен. Иначе мы не видим стариков, которые прямо там в блаженстве вообще купаются. Они все охают, скрипят, там, жалуются, но все. Ананда не хватает. А он, так сказать, садчитананда, то есть это говорит о том, что его тело не из материальной субстанции. Это садчитананда, вечное знание блаженства полностью. Итак, вот эта вот идея Бога Отца, она порождает вот такую проблему, что образ Бога представляется ведь какого-то такого старика. Ну, и я приводил пример, что, допустим, в этой секстинской капелле в Ватикане, которая расписана Микеланджело, Бог именно представлен как такой вот седой старик, морщинистый, с такими вот вздувшимися венами, там, все. Ну, то есть, не очень привлекательный образ сам по себе. Он может возглавить уважение, все что угодно, но это не тот образ, который стимулирует какую-то прямо вот такую экстатическую любовь. Совсем другое. Итак, что же сказано о Боге Отце в Вайшнадских писаниях, в частности, в Баговадгитии? Первое, что я хотел бы сказать, это как раз тот самый стих, который я прочитал в качестве видения, это шестой стих, десятая глава Баговадгиты, где Кришна говорит о себе как об Отце. То есть, это идея, что все существа этого мира, Он говорит, произошли от Меня. То есть, это и есть идея Отца. То есть, Он говорит, что семь великих мудрецов, Сабтариши, это вот эти вот семь звезд основных, которые составляют эту большую медведицу, их называют Сабтариши, семь мудрецов. Вот все эти там личности великие. Это их планеты, их звезды. Потом до них четверо великих других мудрецов, это ментальные сыновья Брахма, четверо Кумара. Потом Праджапати, Прадство человечества. Они все исходят из Брахмы. А Брахма исходит из, рождается из Пупка Вишну. То есть, если Брахму называют, здесь говорится, Пита Мага. Пита обозначает Отец. Пита Мага, это, как сказать, праотец, дед. То Кришну называют Прапита Мага. То есть, еще пра, еще до этого, так сказать, прапрадед. То есть, Он является удаленным таким вот прародителем всех живых существ. То есть, в этом стихе Кришна в двух словах, буквально, в четырех строчках, описывает генеалогическое древо Вселенной. То есть, откуда все пошло. Когда мы смотрим на дерево, представьте себе, такое большое дерево, большая крона, много цветов, плодов, листьев на нем. То в этот момент, когда мы созерцаем это дерево, мы совершенно не думаем о том, что это дерево выросло из какого-то маленького семечка. То есть, причину этого дерева мы не осознаем, когда смотрим на дерево. Мы имеем только плоды какие-то определенные. Точно так же, когда мы смотрим на многообразие видов жизни во Вселенной, мы видим, какое огромное количество живых существ и так далее, мы меньше всего думаем о каком-то едином источнике. То есть, нам очень трудно все вот эти вот ветви, плоды и листья свести в какую-то одну точку, из которой все это вышло. Причем, семечко дерева очень маленькое, но из него исходит что-то очень большое. Вот точно так же, очень трудно себе представить, как весь мир, все эти формы жизни разнообразные, как это все изошло из энергии одной единственной личности. Очень тяжело это представить, потому что сознание наше сейчас в обусловленном виде для таких вещей даже не предназначено. Нам хватает широты разума, чтобы только-только, ну, какие-то такие простые жизненные какие-то вещи осмыслить, а глобальные вопросы с большим трудом вмещаются в наш ум. Поэтому люди об этом, как правило, и не думают. И сами об этом не догадаются, конечно, никогда. Поэтому Кришна помогает, давая вот такие вот интересные вещи. Итак, в этом стихе Кришна как раз очень четко указывает на вот эту самую идею деволюции. То есть, деволюция обозначает, что мы произошли от высшего пропредка. Не с какого-то примитивного низшего существа мы развились снизу вверх, а наоборот сверху вниз. То есть, вот этот стих, он как раз и есть главная идея деволюции, что мы от Бога. Бог наверху, и потом пошел другой уровень иерархии. Брахма, полубоги и так далее. Потом уже пошли там люди, все эти маны и так далее. Причем интересно, что другие живые существа, они тоже произошли от Бога. То есть, позже мы прочитаем этот стих в 14 главе Бхагавадгиты, где Кришна говорит, «Ахам биджа прадах кита», «Я есть отец, дающий семя». Биджа обозначает семя. То есть, он дает все вот эти модели, все виды жизни уже существуют отдельно. А не то, что согласно идее эволюции, одно из другого. Собака из кошки, волк из собаки, лев из волка, или еще что-нибудь такое. То есть, странная идея. Они все существуют по отдельности. То есть, эти биджи, они существуют уже. И различные существа могут являться их праотцами, не будучи биологически похожими на них. То есть, допустим, я могу купить на базаре набор семян. Баклажаны, морковка, картошка, капуста. И у себя на огороде все это посадить. И в этом смысле я буду их праотцом. Я буду, да, это я сделал. Я вскопал грядку, я их себе посеял, я их полил. Я заботливо смотрю, как они растут. То есть, в этом смысле я их праотец. Но при этом я биологически у них не похож. Совсем не похож. Точно так же, мы читаем в четвертой песне Шимадбагова, как различные мудрецы стали праотцами животных, каких-то растений и так далее. То есть, эта идея состоит в том, что они получили эти биджи, семена от Брахмы, и в соответствии с какой-то средой, где они находятся, они это все посеяли, что называется. И теперь эти все живые существа, будучи биологически совершенно разными, не похожими на них, они стали их потомками, называются. А эти были их предками. То есть, идея не в том, что там было раньше, курица или яйцо, или яйцо или курица, до сих пор этот вопрос решается, никак не могут понять, кто же был. Раньше были биджи, то есть, семена, то есть, эти вот семена, модели тел, которые существуют уже, скажем, у Кришны, как у праотца всех живых существ, и те живые существа, которые достойны, или хотят какого-то конкретного тела, они получают эту биджу, то есть, джива, само живое существо, попадает в эту биджу, и эта биджа, она уже, там все уже устроено. То есть, сейчас, допустим, когда ученые изучают вот эту вот концепцию клетки, там, ДНК и так далее, они копаются во всех, и видят, что это очень все сложно, непонятно, как это все устроено, вот, но, потому что там есть элемент, вот это вот, очиньте шахте, элемент непостижимости, непостижимости. Вот, то есть, непостижимость обозначает вот энергия Бога, вроде бы все как-то просто, попробует повторить, ничего не получится, невозможность, какой-то элемент непостижимости. Вот, это, как раз, печать, что называется, вот этого непостижимого Верховного Господа. Итак, вот идея деволюции, которую Кришна, как Высший Отец, нам тут рассказывает, вот, что от меня, значит, Брахма, от него там все эти мудрецы и так далее. Вот, сейчас мы в школе изучали, другие там до сих пор изучают, совсем другую идею. И всех интересует вопрос происхождения жизни, вот, но эта идея, она совсем другая, то есть, идея о том, что какое-то одноклиточное существо, вот это одноклиточное существо жило-жило, потом совершенно непонятно, как оно превратилось в двухклеточное или многоклеточное. И уже стала распространяться, это самое, плодиться, как многоклеточное. Вообще непонятно мне, совершенно. Вот, и так они говорят, что вот шло-шло-шло какое-то усложнение, и потом появились люди, и вот теперь люди уже своим умом выдумали полубогов, Бога и так далее. Причем интересно, дарванисты говорят, что эти концепции Бога, полубогов, они, в принципе, полезные концепции, они говорят, потому что благодаря этим концепциям у людей была какая-то общая идеология, что там какой-то один общий Бог, они говорят, благодаря этому люди выжили, а человекообразные обезьяны, у них не было концепции Бога, поэтому они вымерли, так они говорят. То есть они говорят, что в религии есть какой-то определенный плюс, что она регулирует поведение живых существ, немножко, так сказать, стращает их, Богом каким-то контролирует все эти вещи. Вот, но не более того, они говорят, что полубоги и Бог это продукты, продукты нашего воображения. А здесь мы узнаем, что как раз мы являемся их продуктами, не они продукты нашего воображения, а мы как тела, продукты, так сказать, более высоких существ. Единственное, конечно, тоже, ну, не единственное, много чего здесь непонятного, но самое непонятное, это то, как вот в полном вакууме возникло что-то. То есть представьте себе, что существует, если так математически, бесконечное множество нолей. Ноли, 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 ноли. И вот представить себе, что вдруг ни с того ни с сего среди этих нолей постречается единица, вот, это невозможно, есть вот теория вероятности. И сами ученые говорят, что появление, внезапное, беспричинное появление единицы, в ряду бесконечных нолей, оно, вероятность, шанс его, равен одному шансу из числа, у которого даже нет названия. То есть это число один с сорока тысячами нулей. Ну, нет такого числа. Мы не знаем, мы можем сказать, сколько там, миллиард это там, девять нулей, да? Какой-нибудь там, квадриллион, там, не знаю, двенадцать, квадриллион, там, не знаю, сколько там еще, пятнадцать, да? После этого мы уже теряемся, как число назвать, мы не знаем, каким словом его обозначить. Вот, то есть там уже, после двенадцати нолей мы уже не знаем. А здесь единица с сорока тысячами нулей. Так вот, вероятность появления единицы в среде нулей равна вот такой вот возможности, что один шанс из числа, который равняется единице с сорока тысячами нулей. И за то время, когда возникла Вселенная, вот это, ну, скажем, по всем, ну, день Брахма, скажем, один, да? Это вот, он длится четыре миллиарда, тридцать двадцать миллионов лет. Сейчас прошла половина дня Брахма, то есть мы знаем, вот жизнь два миллиарда лет назад появилась. То есть, вот этот вот период, за два миллиарда, это смехотворно короткий срок для того, чтобы вот такая вот вероятность проявилась. Один шанс из числа единица сорока тысячами нулей. То есть, за это время, за это время не может возникнуть даже одноклеточное существо. Понимаете? А мы видим, что за это время не только одноклеточное возникло, а сложные существа, причем одновременно существуют. И так, непонятно, каким образом вообще среди ничего из этой вот пустоты возникло что-то даже простейшее. Вот, далее, так сказать, совершенно непонятно, конечно, как оно, как оно развивалось, зачем оно развивалось. То есть, существует где-то порядка 15 или 20 теорий химической эволюции, как там эти элементы, значит, объединились, но нету ни одной ясной картины или описания того, из чего состоит элементарная клетка. Общее описание есть, детальное нет. Допустим, когда инженеры разрабатывают машину, то сначала создается как бы схема-чертеж вплоть до последнего винтика. Все, полностью модель до последнего винтика расписывается. И потом на основе этого чертежа они ее собирают, и она у них ездит. То есть, вот она живая модель, рабочая модель, и вот ее описание. Сейчас не существует, хотя есть много теорий, не существует ни одной адекватной и полной картины, как она выглядит, клетка. Только в общих чертах, что в ней есть то, в ней есть все, какое-то там ядро, какая-то молекула. А вот полной, детальной картины не существует. Тем более, они не могут ее собрать, создать эту клетку. И при этом, скажем, какие-то идеи о том, что возникло там, возникло всяк. Далее, совершенно непонятно, как эта клетка стала усложняться. Они говорят, причем клеток у нас там много, смотрите, у нас есть клетки мозга, клетки кожи, клетки костной ткани, клетки крови, клетки желудка. Они все совершенно разные, абсолютно разные, эти клетки. И так, они не знают, даже толком устроена одна клетка, любая, только приблизительные какие-то идеи. А здесь такое обилие многообразных клеток, совершенно разных по природе, клетки мозга, клетки кожи и костей, они совершенно разные по природе. Они существуют одновременно и как-то взаимодействуют, непонятно, крови, клетки, все какие-то другие. И как это все вместе возникло, как это вместе существует, вот этой вот схемы совершенно нет. То есть, они говорят, что клетка меняется, развивается из-за того, что там внутри есть вот эта вот молекула ДНК. А откуда она взялась сама ДНК, код, вот это непонятно. они не знают, они говорят, что клетка развивается, меняется, потому что есть ДНК. Вот этот вот генетический код, который написан. Откуда он взялся, никто не знает совершенно. Причем они говорят еще такую интересную вещь, что живые организмы меняются, то есть, новые виды появляются от внешних воздействий. Очень странная идея. Представьте себе, едет машина по дороге, машина, и вот вы кидаете в нее камень. Это внешнее воздействие. Вследствие этого, по этой теории, у нее должно сразу появиться бронированное стекло, ну, чтобы камень не разбили. И она должна быстрее начать ехать, чтобы в нее не кидали. То есть, машина должна улучшаться от внешнего воздействия. То есть, достаточно смешная идея, если принять машину как чисто такое механическое существо. Но нам предлагается поверить в то, что внешние изменения, они должны заставить живое существо меняться, внешнее воздействие. То есть, эта вот идея, что слонам стало холодно, они обросли шерстью, стали мамонтами. Если вам будет холодно, вы шерстью обрастете, вы просто замерзнете, и все. Или самое умное, что вы можете сделать, это пойти и шубу одеть. Но это сознательно будет. Понимаете? Это будет ваша шерсть. Шуба, это будет ваша шерсть. Но вы ее сознательно оденете. А не то, что вы сидели, дрожали, дрожали, и по мере вашего замерзания шерстью растет, 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 растет. Хорошее решение проблемы было бы на самом деле. Но так не происходит. То есть, когда какие-то изменения происходят, то они происходят только под каким-то сознательным контролем. Иначе никак. И так это очень слабая теория на самом деле. Практически она никак не может быть выражена. Вообще никак. Более того, когда они говорят обо всех этих ДНК, то интересные вещи они говорят, что ДНК человека и шимпанзе идентичны на 99%. То есть, на 99% почти то же самое. Какая-то маленькая деталь, 1% всего отличает ДНК человека от ДНК шимпанзе. Так это же вообще прекрасный повод доказать, что им произошло от обезьяны. Возьмите ДНК шимпанзе, которое на 99% соответствует ДНК человека. Маленькое изменение, внести 1% и полтите человека и никаких не будет сомнений. Не выходит. Все, что они могут сделать, они берут ДНК какой-то фруктовой мушки, что-то там такое пытаются изменить грубыми своими инструментами и у этой мушки на голове вырастает еще одна нога. Они говорят, вот мы изменили ДНК мушки. Но кто скажет, что это улучшение жизни, если у вас на голове нога вырастет. То есть, улучшить ДНК нельзя. Ее нужно ухудшить. Потому что ДНК создана Богом. ДНК это определенный генетический код. А гены обозначают гуны. Тоньше, чем гены, это гуны. Вот эти вот тонкие силы природы. Соединение благости, страсти, невежества в соответствии с кармой, желанием. Вот поэтому ДНК это то, что представляет собой некоторую форму, нужную для осуществления желаний и кармы от этого определенного существа. Кришна говорит, агам биджа. От меня это биджа. Биджа от этого семя это и есть определенный код ДНК. И вот человек говорит, мы можем поменять код ДНК. Давайте на 1% у шимпанзе поменяйте ДНК и получите человека. Не получается. Самое большое достижение это нога на голове у этой фруктовой мушки. Вот все. То есть, поломать ДНК можно, но улучшить ее никак нельзя. Потому что как можно улучшить Бога? То есть, естественные вещи улучшить нельзя. Как вы можете воду улучшить, допустим, природную или воздух как вы можете улучшить? То есть, природу улучшить нельзя, она может только ухудшить. Это мы умеем. То есть, ухудшать это мы умеем. Это мы научились замечательно. Все ломать, разрушать. Улучшать вещи, которые созданы Богом, мы не можем. Все, что мы можем, это просто развить свой определенный потенциал. То есть, тело уже есть со своими возможностями. И когда, допустим, физическая культура, физкультура, давай, бегай, прыгай, развивай мышцы, чтобы все было гармонично. Понятно. Мы занимаемся вопросами развития духовной культуры. То есть, физическое тело, и чтобы оно было здоровым, нужно какое-то комплекс упражнений делать, чтобы мышцы были в тонусе, гибкость, эластичность, так далее, все элементы. Это понятно. Это культура поддержания материального тела. Но духовная жизнь обозначает культура поддержания и развития духовного тела, сознания, собственно говоря. Итак, мы к этому вопросу происхождения жизни возвращаемся. Люди говорят, эти самые ученые, что эволюция происходит на основе каких-то бессознательных изменений. бессознательных. Просто само как-то поменялось и стало лучше. Но Кришна говорит, что да, процесс развития это процесс изменений. Но эти изменения происходят под сознательным контролем. То есть всегда какие-то более могущественные сознающие существа влияют на существа менее раз. То есть допустим я могу видеть, что если у меня цветы какие-то дома есть, я вижу, что цветок начал болеть или чахнуть. Что я делаю? Я начинаю подливать какую-то подкормку или поставить его лучше на свет или что-то еще такое делаю, вырывая какие-то сорняки. То есть я, видя, как какое-то существо под моим контролем начинает болеть или какие-то проблемы у него, я могу ему помочь. То есть всегда в каких-то изменениях участвует сознание. Нам же предлагается поверить в то, что изменения в лучшую сторону происходят без сознания, что является просто абсурдной идеей. Итак, идея эволюции, которую дает Кришна, она является более, не эволюцией, вернее, идеей развития живых существ, она является более разумной и естественной. То есть мы видим, что всегда более сложные существа производят более простые, например, что человек может сделать компьютер, но компьютер не может сделать человека. То есть мы можем что-то изобрести, даже пускай очень сложное, все равно это сложное будет немножко проще, чем я. Компьютер, каким бы он ни был сложным, все равно проще, чем человек. Поэтому, когда мы видим сложные существа, это означает, что они произведены еще более сложным существом, но никак не из простого они стали сложными. Итак, что еще говорит Бхагавадгита нам о концепции Бога Отца? Я почему говорю обо всех этих вещах, сравнивают эволюцию, ведический подход, как это к нам попало в тему Отца? Потому что дети похожи на Отца. Вот почему. То есть когда мы говорим о Боге Отце, Отец не существует вне детей. Отец это некая функция. Пока у мужчины нет детей, он еще не отец. Только когда у него появляются дети, тогда он отец. То есть мы сейчас говорим о Боге Отце в связи с собой. То есть если мы люди имеем в себе божественное начало, то есть немножко отталкиваясь от своего образа, от себя, можем получить какое-то хотя бы удаленное представление о том, кто такой Бог. То есть если есть какие-то люди, которые для кого-то являются идеалами, это человек добрый, или сильный, или умный какой-то, то в Боге все эти черты не должны быть представлены наилучшим образом. Потому что мы с ним связаны. Он Отец, мы дети. То есть это концепция отец отец и дети. Итак, в Бхагавадгите в 11-й голове тоже Арджуна называет его отцом. Я зачитаю вам стих, обращаясь к Кришну, он говорит, ты отец всего материального космоса, всех движущихся неподвижных живых существ. Ты их объект поклонения, глава и духовный учитель. Ни одно живое существо не может сравниться с тобой или стать богом. Так можно ли во всех трех мирах найти более великого, чем ты, о, властитель неизмеримой силы? То есть вот здесь Арджуна так же называет, хотя они с ним в отношениях дружеских, тем не менее он говорит, ты отец, это термин, эпих объект поклонения. И теперь далее в 14-й главе стихи 3-4 как раз Кришна еще раз подчеркивает эту свою отцовскую функцию. Еще эти два стиха я вам зачитаю. Он говорит, что совокупность недифференцированных материальных элементов, которые иногда называют брахманом, является источником всего сущего. Материю называют брахманом. И оплодотворяет брахман я, по потомам Бхараты, даю начало всем живым существам. Знай же о Сен-Кунте, что все формы жизни начинаются в лоне материальной природы и что я отец дающий семя. То есть еще он очень четко указывает на свою отцовскую функцию. Кришна отец, материя, материя это мать, материя это один и тот же корень. Он оплодотворяет ее своим взглядом. Просто через взгляд вишну живые существа, мы знаем как это все происходит протосветворение Махавишну еще в причинном океане за пределами материального космоса бросает взгляд на эту материальную природу эти вселенные и с его взглядом который есть не что как его воля и энергия времени и поток их гун природы живые существа в этом потоке гун в этом потоке его воли попадают внутрь материальной природы и на основе своих желаний они уже получают те или иные какие-то тела. И так своим взглядом он оплодотворяет материальную природу и теперь вот эта недифференцированная материя однородная такая материя начинает приобретать формы. Предположим песок или глина они однородные но когда их руки берет человек облачивает сознание может по этому какую-то форму создать какую-то статуэтку там что-то еще вот то есть материя обладает формой только потому что есть внутри живые формы у пиджака есть рукава у брюк есть штани только потому что есть чьи-то ноги и чьи-то руки то есть у нас есть руки-ноги потому что у души есть руки-ноги и мы видим что у всех живых существ есть какие-то руки какие-то ноги пускай какие-то маленькие смешные неказистые но у всех есть какие-то руки какие-то ноги у всех есть какие-то глаза все что-то слышат все что-то видят какие-то чувства есть у всех живых существ немножко странно у них набор бывает говорят у паука 8 глаз, но это уже детали то есть идея в том, что у всех есть чувства у всех живых существ, даже растения видят, то есть я сам это наблюдал, когда подносишь руку к этому растению, то это прям закрывается аж прячется, то есть откуда никаких глаз вот таких, наших глаз нету но он видит по-своему правопадный говорит, что растение дерево растет, оно обходит препятствия, оно видит все эти вещи оно чувствует, то есть это видение просто оно может быть не такое как у орла, но оно есть, это внутреннее видение, то есть чувства они может быть немножко закрыты такой специфической формы, но они есть у всех и так материя это некая просто субстанция которая облепливает души то есть Кришна дает эти вот, мы исходим из него души, и душа попадает в определенную биджу это вот семя, какой-то определенный тип тела, который теперь эту душу облегает, и так он говорит, что я отец, отдающий себе и как отец всех живых существ он, естественно кормит живые существа мы знаем, что это одна из функций отца, семейства кормить свое потомство мы видим, что все виды жизни в этом космосе имеют свою пищу также мы знаем, что есть молитва, такая немного необычная когда люди обращаются к нему говорят дай нам хлеб насущный на каждый день правопада говорил, что это очень странно у отца просить пищу каждый день он говорит, что за странный отец каждый день ребенок он говорит, папа, дай поесть а что, так не даст? то есть неужели это не ясно, что любой любящий отец накормит своих детей без всякой просьбы это плохой отец если его просить надо дай поесть причем каждый день то есть сама по себе этот подход отношения обозначает нет веры нет веры что отец мне накормит поэтому нужно просить его каждый день дай мне хлеб насущный хотя есть другая интерпретация это молитва они говорят, что это может обозначать духовную пищу но это уже детали то есть сам факт, что он как отец дает нам все необходимое эту пищу чем мы питаемся что мы едим и каждое живое существо в этом плане полностью обеспечено независимо где же находится живое существо под водой живет в горле вулкана в каких-то там ледниках где температура какая-то невозможная минус 80 градусов там какие-то тоже находятся мельчайшие существа которые живут какие-то существа в огне даже живут не только огне то есть везде находится какая-то пища и изначальной пищей всех живых существ является прана прана это жизненная энергия вот эта жизненная энергия может существовать в чистом виде в чистом виде вот или она может существовать в виде физических продуктов когда она уже приобретает там каких-то калорий всяких-то минеральных веществ там каких-то там белков жиров углеводов вот по сути дела так бы мы не называли все это это есть прана а Кришна называет прана-натх то есть тот, кто является господином или повелителем этой праны причем прана это то, что тоньше, чем воздух иногда прана переводится как жизненный воздух это не совсем верно потому что воздух как элемент сам по себе он связан скорее со стихией ветра то есть это принцип движения воздух это принцип движения в пространстве а прана это несколько другое то есть воздух это просто некое агрегатное состояние вещества а прана это именно вот эта вот питательная сущность некая то есть воздухом ее можно назвать только в том смысле что она приходит к нам на вдохе вот в этом смысле что больше всего питания мы получаем через дыхание грубой пищи мы едим не так много ну там раз-два в день поели там чего-то еще попили чуть больше вот а больше всего мы получаем через дыхание поэтому основная пища это вот прана и прана практически есть везде люди только умудряются создавать такие места где праны минимум то есть они создают такие искусственные какие-то такие помещения куда проводится там не знаю что кондиционер и прочее всякие разные такие вот вентиляция какая-то искусственная которая гоняет один и тот же воздух вот то есть там праны меньше вот она есть везде она тоньше воздуха но тоньше то есть поэтому некоторые говорят что нельзя заниматься пранаямой в городах в большом счете это ерунда а пранаямой можно заниматься везде потому что прана тоньше воздуха то есть пранаямой плохо заниматься потому что ну здесь грязный воздух сам по себе то есть здесь вообще плохо вообще чем-то занять здесь просто вообще жить плохо не то что пранаямой здесь просто плохо жить вообще дышать здесь просто плохо вот но как таковая пранаяма ей человек заниматься может где угодно потому что прана тоньше элементов воздуха и поэтому он прану может получать в принципе откуда угодно естественно что ее больше в живой природе поэтому когда человек подышал свежим воздухом за городом или искупался в реке, в океане он такой очень бодрым становится он получил прану в этих всех водоемах энергия солнца, энергия земли она эту прану обогащает то есть там концентраты этой праны и так как отец Кришна, прана-надху он кормит всех живых существ и так идея Бога Отца это личностная идея это хорошая идея но как мы сказали с самого начала ее недостаток в том, что человек, который поклоняется Богу как Отцу, он сам того не осознавая имеет материальные желания потому что у Отца обычно просят дай то, дай это и так это идея потребительского сознания верующего то есть это люди, которые с материальным сознанием служат Богу следующий шаг в осознании Бога происходит тогда и только тогда когда человек переходит от духа потребления в духу служения и жертвенности вот то есть Кришна уже есть в этой форме в форме вечного этого ребенка или юноши, возлюбленного там друга, кого он уже есть но его трудно воспринять и принять именно из потребительского из-за потребительского умонастроения как вы будете возносить молитву ребенку дай мне то, обеспечь мне этим ну ребенок мы просим что-то у могущественных личностей а дети они что в основном что они имеют то есть образ ребенка это как раз образ того кто нуждается в некой заботе вот поэтому те преданные которые находятся в этой так называемой в отца ли расе или в родительских отношениях с Богом они смотрят на Кришну как на того кого нужно кормить о ком нужно заботиться о кого нужно охранять как это можно Бога охранять но мы знаем что он всех хранит но мы знаем что мать Ишот она там какие-то мантры произносит и говорит о Господь Нарайан храни моего Кришну то есть она под воздействием йога-майя духовной иллюзии не понимает что Нарайан это производная Кришна Кришна первичная Нарайан вторичная она думает Нарайан большой мой Кришну маленький поэтому нужно попросить Нарайану чтобы моего Кришну защитил вот так ее разум одухотворен духовной эмоцией поэтому он работает непонятно для других людей вот люди такие философы они смотрят и говорят что это какая-то здесь логическая нестыковка ерунда какая-то получается потому что они движимы философией но не расой раса вкус отношения он стоит выше чем философия всякая вот поэтому как правило идея Бога Отца она философски ну так сказать это легко принимается она нормально воспринимается людьми с таким вот стандартным мышлением что-то он могучий старый мужского рода обо всех должен позаботиться и так далее вот так вот как бы это понятно а вот уже следующие идеи идеи о том что он может быть равным нам как друг или даже меньше чем мы как ребенок или возлюбленный они не вмещаются в обычное потребительское сознание потому что они выходят за рамки вот этого нашего обычного опыта какие-то там логические связи как им кажется нарушаются вот поэтому для того чтобы перейти на другой уровень осознания Бога должно произойти изменение сознания самого человека то есть он должен уже меньше желать быть потребителем и быть готовым к идее жертвенности служения вот и поскольку большинство живых существует настроено весьма эгоистично потребительски вот то им очень тяжело пойти выше этой концепции концепции Бога вот поэтому у них возникают какие-то определенные сложности когда и начинаешь рассказывать о Боге в каких-то других формах в других отношениях хотя надо сказать справедливости ради что в Вашнавской традиции есть тоже такое понимание Бога Отца но немножечко в другом смысле на Западе например мы знаем что в Двараке это одна из это уже таких сфер духовного мира у Кришны очень много жен 16.008 жен и от каждой жены у него куча детей то есть там есть живые существа в Двараке для которых Кришна является отцом в буквальном смысле слова не в таком философски общем что он отец всех живых существ а он их конкретно отец потому что они члены его семьи то есть это их раса это их тип отношений это немножко другое они рудха прадиумно там описывается что это сыновья сыновья Кришны это их раса немножко другие вещи потому что на западе отец бог отец это только отец и никто другой он просто отец для всех и все а мы знаем что в Двараке он отец для кого-то но не только отец для рукмини или там для сатипхамы он муж правильно а для кого-то там для удхавы он друг а для окружа он господин в Двараке то есть там он не только отец это принципиально отличается западной концепцией что он отец и только отец и он для всех отец а эти живые существа которые с ним находятся в этой расе таких что они его как бы такие дети члены его семьи это немножко другое восприятие это их вечное отношение и так идея Бога Отца является значительно более прогрессивной идеей чем то что мы говорили в прошлый раз просто идея Бога как источника всего и управляющего всем потому что она уже подразумевает личностное представление Бога но она не является еще достаточно высокой и окончательной просто потому что человек который исполнен видеть в Боге Отца как правило это тот кто испытывает какие-то еще материальные желания с которыми он к этому Богу Отцу собственно говоря и обращается вот и в следующий раз мы уже надеюсь эту тему закончим когда мы будем говорить о Боге в других более высоких его ипостасях которые стимулируют в нас совсем другой дух служения Харик Кришна вопрос Вы говорили о гиброй инженерии ТНК вот я ходил там в парке там индоутка там смесь какая-то получилась утка и не утка и индюк и не индюк но такая что-то что-то похоже на индюка и на утку и еще что там лигр есть лигр от соединения льва и тигра скрестили льва и тигра лигр получился утка с индюком скрестить кого-то не проблема проблема в другом оставьте это живое существо на одно или два поколения посмотрите что будет уже дети вот этого если дальше не поддерживать эту вот идею скрещивания уже дети этого лигра они будут либо львами либо тиграми то есть они вернутся к какому-то одному из исходных типов и эта утка с индюком она тоже станет следующим поколением либо индюком либо уткой либо они вообще не будут иметь репродуктивные способности просто вымирают вот это наблюдение реальное всей этой селекции а как живут это картос картошкой картошку генной получают болезнью не подвергаются и сои там еще что-то но должны переставить картошкой ну да ну да то есть они лишили допустим сделали эту картошку не поддающейся чему-то но с другой стороны действия этих продуктов в которых значит генная модификация совершена оно полностью еще неизвестно более того сказать многие подозревают что скорее всего последствия будут не очень хорошие и поэтому в некоторые страны допустим запрещен ввоз генетически модифицированного риса там других продуктов потому что их эффект на человека он не исследован то есть как всякая новинка обычно придет некую сенсацию новинка там какая-то сенсация вот новое то новое все но что будет дальше никто не знает понимаете и мы видим что как правило у всех этих новинок всегда есть побочный эффект всегда поэтому попытка улучшить то что сделано богом как правило она не очень удачная нам только может казаться что мы сделали что-то лучше но если посмотреть на все эти вещи через поколение через какое-то время то выяснится что есть какие-то серьезные побочные эффекты понимаете поэтому от того что какой-то генно-модифицированный рис или генно-модифицированная картошка картошка не перестала быть картошкой рис не перестал быть рисом как с той самой фруктовой мушкой с которой они экспериментируют вот они поменяли ее ДНК и выросла у этой бедной мушке на голове нога но мушка осталась мушкой она не стала слоном или медведем или рыбой осталась такая же мушка только изуродованная маленькая а такой момент это самое вот мы помним историю о том как три тарасы получились там из куска поти там кусками порезали и сто сновей одна дочь дочь вроде нормально была а сновья такие вот то есть у меня садеевый садеевый не очень экстремент получился или просто что что не очень не очень дайся эксперимент не в качестве возможно не такие то есть надо у вьясадеевы нет у этих сыновей ревитарасы из куска плоти это пример ведического клонирования вот когда гандхария родила кусок плоти его там расчленили каждую свою ведическую пробирку какой-то сосудик поместили почитали какие-то мантры иначе что-то получилось сыновья получились в принципе руки ноги голова все в порядке мозги тоже работали богатыри они все были ребята здоровые но они просто унаследовали определенные качества ну там ладно мы не будем говорить что тот же как господи дуриот хана он был просто посланником низших миров ставленников он был частичным воплощением этого калия и так далее то есть дело не в этом дело в том что эксперимент в принципе был удачный с физической точки зрения все нормально все они были здоровыми дееспособными воевали но сознание было другое это естественно я немножко не могу понять почему говорите что это был неудачный эксперимент все как раз удачно никто из них не был с тремя ногами все они были а это уже не вопрос генной инженерии генный инженер имеет отношение к телу к телу а сознание это уже сознание родителей это уже сознание дритарашки а брахманы сделали то что они могли сделать у них была задача не сознание а они работали с телами то есть как эти как лабораторные работники они нормально выступили исполнили свое дело а тогда еще вот такой вот вот Кощаба Муни и его зонами они там произвели различные живые спешта там даже насекомые там прочее вот каким образом там вот вроде он там ничего не резал но та заказывала вот это хочу получить там что-то больше больше сыновей могущественных громадное количество и он это самое там закладывал семьи и из этой женщины уже выходили богини естественно то есть это как раз есть тот самый принцип когда Кощаба Муни будучи одним из праджапати скажем получал эти все биджи он их имел от брахмы эти все биджи вот и все вот эти вот его там сказать уже жены и так далее вот это конечно личности немножко не такого типа как вот мы это фактически полубоги это 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 не такие люди как мы воплоти что называется они они от являются отцом и матери этих адития 12 адития это вот эти все личности среди которых там вот индра там и так далее вот и вам она там среди них появился там бог солнца то есть это личности не обладающие такой скажем ограниченной биологией как мы то есть это существа такого более макрокосмического порядка что называется вот и поэтому не думайте что скажем там какая-то обычная человеческая женщина там родила там не знаю кого-то каких-то там пташек букашек вот то есть это женщина человеческая рожает только детей вот но Кашьяпа и его жены это уже другой уровень сам по себе то есть это здесь мы не можем принципы обычной такой вот скажем биологии то есть это уже такая алхимия более высокого типа вот когда берется биджа семя полученная от брахма создаются какие-то определенные условия и вот мы получаем какой-то новый вид уже со всеми репродуктивными так сказать возможностями дальше они уже размножаются сами то есть через этих людей вкладывается капсула ДНК в определенных типах да ДНК это есть биджи ДНК вот эти вот это есть биджи то есть типы модели тел уже готовые там находится информация о том как это тело должно выглядеть как оно должно функционировать ну кришна садин да а здесь это самое они получали вроде как от брахма а тут кришна как просматривается в этом случае ну очень просто брахма как связан с кришной ну через этот самый лотос ну вот и все поэтому турбопробот проводу и все это дает они не упомянуты как прародители здесь просто он упоминает их как одних из первых живых существ вселенной на них были определенные планы у брахмы вот но здесь вот смотрите написано так семь великих мудрецов четверо великих мудрецов до них иману в скобочках прародители человечества исходят из меня рождены из моего ума а все живые существа населяющие различные планеты происходят от них то есть здесь от кого от них здесь не сказано что четырех великих мудрецов есть вот семь великих мудрецов иману и так далее то есть эти четверо кумаров они здесь упомянуты я так понимаю как одни из первых существ вселенной они обязательно как праджапати с другой стороны отцом можно назвать не только того кто дает тело мы знаем что предположим в церкви называют святой отец он нам тело не давал но он может быть отцом в смысле отец как наставник вот и в этом смысле мы знаем что кумары очень плодовитый то есть у них есть своя сампродая это кумара сампродая нимбар качаря и так далее то есть они не являются просто такими бездельниками безответственными мы тут брахмачарь ничего не хотим делать будем по брахмачарскому ашаму ходить по брахмалоке ничего делать нет они озабочены духовным состоянием человечества в этом смысле могут выступать как духовные отцы и вот мы видим что допустим четвертая песня бхагата описано как они приходили к притху махараджи давали наставление то есть они заботятся о духовном состоянии в этом смысле они тоже отцы мы знаем и расскажут что когда живое свество в том как теле попадает в этот ват огнем или боли и трансформируется и у него трансформируется вот это тело и изменяется получается под этим и оно получается на полке это другое тело то есть огнем нет в тонком когда живое существо находится в аду у него нету биологического тела то есть там это живое существо страдает в тонком теле а новое биологическое тело которое развивается из днк оно получит тогда когда его из ада отправят все когда там какие-то свои реакции отжило теперь ему все остальное полагается получать в других местах его оттуда выписывают что называется из ада и теперь оно уже получает тело из той биджи которая соответствует желаниям кармия этого живого существа то есть в аду днк не горит можете не волноваться там биджи нет физического тела днк связано с формой физического тела оно с тонким телом не связано оно только связано с ним концептуально на уровне желаний то есть какие желания у живого существа этому соответствует определенный вид тела а у этого тела уже есть определенная днк то есть тонкое тело в это самое определенное оно входит в определенную днк соответствие с желаниями да и теперь уже это днк оно формирует развивается и формирует физическое тело вокруг этого тонкого тела которое соответствует кармии желаниям этого живого существа в начале говорили что в Ватикале у христиан представление Бога каком-то старце вот я слышал не знаю сколько это как бы точное сведение что христиане не принимали за Бога Господа Брахмана что Иисус Христос оттуда и вот может быть только что если допустим Господь Брахмана у него 50 лет у него уже борода интересно почему Вишну Бараню в самом начале творения его тоже с бородой рисуют потому что Майбаран такой молодой он уже сразу с отцом таким то есть есть может какие-то я слышал сведения христиан что именно за Бога считают они за Отца именно Господа Брахмана да я слышал такое Парупада об этом говорил что не исключено что то что христиане называют Богом Отцом это Брахмана не исключено тем более что я говорю описание вот этого города Бога который находится в откровении Иоанна Белгосплова и то что как описан город Брахмана девятая песня Багава достаточно похоже достаточно похоже то есть я не исключаю эту идею но что касается индийской иконографии так называемой да я сам видел в Индии много плакатов где Брахмана изображают таким вот дедом с такой вот белой бородой и так далее хотя мы знаем что тело Брахмана это чистого интеллекта да из интеллекта выросла борода то есть это тоже какая-то у них там в Ватикане своя ватиканская обусловленность в Индии своя индийская обусловленность то есть люди свои материальные идеи проецируют на все эти образы да у Брахма есть образ у него есть образ конечно же может быть он невидимый так сказать нашими глазами я не уверен насчет его бороды есть она у него или нет не могу ничего точно сказать вот но Прабхупада когда художники БВТ создавали определенные скажем образы они спрашивали одобрение это как соответствует не соответствует вот и на третьей песне Шамадбагватам Брахмана без бороды по меньшему изображен вот то есть видимо эта тяжелая письма одобрена Прабхупадам но с другой стороны это не так страшно потому что мы знаем что ведические мудрецы они как правило такие бородатые хотя их тела могут быть более тонкими то есть на самом деле эта борода может быть в каком-то другом виде более тонком я не знаю честно говоря все эти идеи символ мудрости борода может быть или символ аскезы хотя трудно сказать что больше аскеза бриться или наоборот не бриться и то аскеза и то аскеза на самом деле для кого-то аскеза бриться для кого-то аскеза не бриться вот ну да то есть они как правило меньше уделяли временем заботе о своем теле поэтому вот ну плюс также мы узнаем что волосы являются неким хранилищем статического электричества в теле который вырабатывается в теле раз ну и плюс для некоторых мудрецов это как вот такое хранители шахте энергии то есть мы же помним того старика Хатабыча который там волосок из бороды вырывает там какие-то мантры произносит что-то происходит то есть сходная идея неописана в ведах что волосы могут быть носителями шахте энергии определенной вот другое дело что в Кали-Югу энергии вокруг нас не очень благоприятные поэтому обычно сказать вайшнавы не отращивают все это хозяйство а были времена когда были другие энергии вокруг нас то есть это может было не так плохо ну ладно все эти бороды это уже детали по сути что-нибудь ага может быть именно потому что это не требует какого-то особенного служения для Кришны как мы можем послужить отцу ладно когда он уже инвалид старый стал ясно а если он такой вечно молодой отец то как ему служить поскольку Вриндаван это место такого очень интенсивного служения то там этот образ наверное бога отца там немножко ни к сему ни к городу то есть там такие формы в которых больше всего хочется какого-то служения совершать то есть мы видим что это в основном называют Вриндаван Мадхурия это место где все подчинено Мадхурия расе все Мадхурия расе вот и Кришна так сказать с ранних лет уже начинает так сказать с юных лет с гопи танцевать и так далее то есть его юный возраст не помеха для Мадхурия расы поэтому там все другое а бог отец немножко другое там не требуется такого но это мое понимание из лекции я понял что еще в понимании бога отца еще есть много подобранных потому что понимание бога отца можно понятное телесно можно провести семья из которых все пошли жить можно как наставник как наставник такой подобранный потому что в христианстве это просматривается что по крайней мере официальная точка зрения что хотя как наставник бога принимают христианство за отца но толкование они говорят что есть один только сын это Иисус а все остальные вравни божии иначе не забираются иногда отец как-то неперсонально принимается ну да то есть они не имеют явного понятия об образе его хотя называют отцом но ясных понятий в принципе ведь мы можем посмотреть на ребенка на сына на дочь и примерно сказать как выглядят родители похожи правильно даже если мы не видели бога мы свят уж видим если мы по образу и подобию значит некоторое понятие то как он может выглядеть есть еще а а вопрос пожалуйста прокомментировать книгу хроническое титане наверное не смогу ее прокомментировать нет мое отношение к этой идее оно полностью позитивное за те два с половиной дня которые я с ней так сказать лично довольно близко общался я понял что эта идея является полностью реальной полностью абсолютно реальной и что все дело только в нашей голове этих вот настройках но также я понял что хотя это полностью реально это далеко не всем нужно далеко не всем нужно иначе кришна об этом точно ничего не сказал но большинство живых существ нуждается в этом физическом теле как в механизме некой поддержки потому что через это мы получаем не только питание мы также получаем некий вкус жизни когда я ее спросил говорю как вы удовлетворяете свою потребность во вкусах она сказала что вкус можно получить еще иначе она говорит есть набор ароматических масел и ароматы это то что связано с элементом земли а вкус то что связано с элементом воды более тонкий элемент и поэтому в элементе земли этот как в более таком совокупном более грубом в нем соответственно уже входят более тонкие элементы и она говорит что если я хочу какого-то вкуса допустим Я могу просто получить это через запах, нюхаю, и через этот запах ко мне приходит вкус, потому что элемент воды, связанный с ним вкус, он входит в элемент земли, как совокупный, элемент земли совокупный, в нем все остальное уже есть. Поэтому это был, наверное, пожалуй, самый коварный вопрос по отношению к ней. Она так очень просто на него ответила, и философски он был полностью понятен и принятен, то есть мне стало понятно, как это работает. Поэтому дело, так сказать, само по себе вполне реальное, хотя и не простое. Ну, я, так сказать, понял всю идею этой медитации, как она давала все, на себе это все ощутил, даже как-то один раз, так сказать, когда я не попадал ни на какой обед, короче, это уже было после, так случилось, что я был вдалеке от всех возможностей всяких разных обедов. Вот, и механизм тел, ума уже полагалось в это время уже обедать, то есть уже полагается все, чтобы механизмы работали, чтобы там вырабатывали все эти соки. Мне полагалось уже чувствовать голод некоторый. Вот, и когда я понял, что в этот день я обедать просто физически не смогу, потому что по времени, по всем этим переездам, вот, я просто вспомнил вот эту медитацию, которую она давала, вот, и, так сказать, вот, погрузился в эти все вещи, и все было нормально. То есть чувство голода полностью прошло, появилась определенная энергия, то есть сила какая-то, то есть у меня нет большого опыта в этих вещах, но внутри я почувствовал, что это все совершенно реальные вещи, абсолютно. То есть прана, прана есть повсюду, можно получать, минуя физическую пищу. Но для этого самое главное, это нужно поменять мозги вообще полностью, потому что в голове все там такое, что где моя там, картошка, капуста там и так далее, всякие там, куриные лапки там и так далее. А? Рана не зависит от качества воздуха. Она тоньше, чем воздух. Поэтому она зависит от качества воздуха. Да, то есть это так же, как вот сказано, что лебедь, да, он способен отсепарировать молоко и воду. Если налить в молоко воду, то он там, какой-то у него хитрый инструмент, сепаратор, он сможет молоко принять, а воду эту всю он отфильтровывает, выплевывает. Точно так же воздух воздухом, он, конечно, будет осаждаться на легких, но прана это более тонкая вещь, чем воздух, само по себе. А? Гунам. Чему? Гунам. 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 Честно говоря, не встречал. То есть прана, это такое, вообще говоря, трансцендентное. То есть она сразу, с самого начала сказала, что прана это духовные понятия. То есть когда я спрашиваю там воздух, там туда и сего, она говорит, прана это духовные понятия. То есть духовные, потому что питаемся мы, в строгом смысле слова, святым духом. То есть материя, это как раз тот самый элемент, прана это очень тонкий такой элемент, Когда как раз происходит Вот этот переход От духовного брахмана К материальному То есть когда дух превращается в материю Вот это как раз прана Это переходное состояние Когда дух превращается в материю То есть это духовная энергия Идущая от Кришны Когда она начинает материализоваться И как раз прана Это переходное состояние Вроде бы это как питание для наших физических тел но по своей природе она духовная это пран что? а естественно что когда когда человек питается праной то у него у меня это сознание потому что какая пища такие мысли грубая пища грубые мысли тонкая пища тонкие мысли последний вопрос еда продуктов изначально если гринка изменить будет хуже чем изначально создать кришна самосовершенство современные ешки конфеты лимонав побочный эффект только через какое-то время и везде побочный эффект никогда не будет хорош побочный эффект приводит я просто терял интересно, там ешки такие, такие как ракообразующих ешек, буквально везде, там маринез, ну всяких в воде, томатных таких, там кетчупов, везде, лимонад, ракообразующих, то есть лет 10-12 и практически там человек, ну может у него все эти вещи проявиться, то есть выходит просто предан, нужно будет как бы тоже очень строгим, да, следить, потому что применяя современные вот здесь, я как бы, ну, продукты и это, практически себя как бы, тоже как бы и губим, загрязняемся и так далее. Ну, в Кали-Югу, видите, все осквернено, тут либо надо на прану полностью переходить, либо, либо питаться только со своего огорода, вот, либо принимать, что есть, уповая на Господа, вот, потому что в Кали-Югу все, понимаете, это наш авангард человеческой мысли, наука, он осквернил все вообще. Ученые, как это ни странно, это самые большие преступники, как это не прискорбно, то есть они приступили все законы, какие только можно, все, они пытаются улучшить творение, ну и мы видим, что происходит от этого, улучшение творения. Вот, все, одежда, которую нельзя носить, пища, которую нельзя есть, дома, в которых нельзя жить, вообще, воздух, которым нельзя дышать, вода, которым нельзя пить, это все, так сказать, последствия научно-технического прогресса. И мы говорим, джай, дальше, давай дальше развивайся, вот, ну ладно, на этой оптимистической ноте мы закончим. Шамат Бхагавадгита Киджа, Шамат Калпада Киджа.